Итак, тема. Когда стоит прислушиваться к разуму, а когда к чувствам? Сегодня день написания итогового сочинения и изложения учащихся 11 классов. Для того, чтобы быть допущенными государственной итоговой аттестацией, то есть к единому государственному экзамену, 13 092 11-классника пишут сочинения и 220 молодых людей в нашем регионе пишут изложения. Разделы понятны, но сами темы непонятны. Общее поле обрисовано для педагога и для ребенка. В целях подготовки критерии понятны. Ну, в частности, нужно соблюсти такое авторство и оригинальность. Должен быть соблюден определенный объем в соответствии темы. Конечно, это аргументированность, грамотность. Ты обязательно должен писать сочинения или изложения на определенном литературном материале. Я просто освежила память и уже ранее прочитанное произведение и хорошо выспалась. Мне кажется, самое главное перед резолюбом это успокоиться, выдохнуть и понять, что действительно ты все знаешь и все сдашь. Духовно-нравственные ориентиры человека, вот это направление мне наиболее близко, потому что порассуждать, как-то философствовать это я люблю. Произведение, ну, наверное, герои нашего времени «Горе от ума». Класс специализированный, дети такие очень сильные. Несмотря на то, что они физики, математики готовились, мы времени затратили немного, потому что дети все быстро усваивали, писали мы очень много, рассуждали вслух. Ну, я считаю, что на данный момент они готовы к сочинению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова